два часа ждем ты выиграешь или ты выиграешь я нет я отвечаю all in поддержу коллирую и удваиваю победа моя здорово братва привет ребята вы на канале коптим вместе сегодня коптить ничего не будем сегодня жарим крутейшие три вида шашлыка у нас будет вкуснейший да такой интересный челлендж у нас будет battle такой кулинарно-шашлычный в чем он будет заключаться каждый из нас делает быстрый маринад буквально двухчасовой затем мы что мы будем делать мы в разных локациях готовят шашлык чтобы никто не знал из чего состоит марина одновременно и закрытыми глазами там с повязками на глазах мы будем все это дело дегустировать напишите как вы считаете кто фаворит в этой кулинарной гонки будет очень вкусно давайте начнем и сразу же давай готовить погнали чтобы и побыстрее прожарилась и это было вкусно сначала на стейке а потом кусочками приблизительно по три на три сантиметра вот такие вот кусочки берем и нарезаем мясо нарезать вот на такие вот кусочки вот вот такой хороший кусок это моя локация на которой я буду творить первым делом нарезаем мясо режу на порционные кусочки вот такого размера что там было не расскажешь все честно короче друзья нарезаем лук полукольцами лука берем достаточно много так как маринад нужно сделать быстрый на 1 килограмм я взял три небольших луковицу средний нарезаем это все и лук сразу же солим и очень сильно жмакаем это сделано для того чтобы промариновался мясо гораздо быстрее гораздо быстрее это все отдастся с солью то есть посыпаем немного лук хорошо жмакаем вообще можно кстати было прокрутить это все через блендер и отжать через марлю но это более такой быстрый походный маринад без всяких заморочек отправляем сюда мясо и теперь по специям пробегаемся добавляем пол чайной ложки хмели-сунели на килограмм этого будет достаточно пацаны по-любому сейчас наверное что там выдумывают да побольше спит еще но это я так думаю но не факт что так будет добавляем сюда также чайную ложку кориандра кориандр всегда дает очень хороший аромат отправляем кориандр очень острую аджику она даст хорошую пряность но дабы не переборщить пол чайной ложечки даже может быть чуть чуть меньше и конечно же как усилитель вкуса натуральный отправляем сюда щепотку сахара и теперь добавляем еще немного черного молотого перца но помните то что у вас и аджика есть еще и черный молотый перец черный перец идет в роли пряности просто не как астринка теперь это все хорошо здесь перемешиваем и даем настаиваться полтора часа далее добавим следующий ингредиент я прекрасно знаю что санчо он прям бог шашлыка и поэтому тут будет трудно мне бороться что-то выдумывать поэтому это одно да тема я знаю что две ночи не спал выбирал маринады я точно знаю он все там это поэтому я не стал хитрить и я буду делать маринад колымский потому что я 30 лет прожил на колыме там нет каких-то там больших изысков в ингредиентах все только самолетами доставляется поэтому как бы все очень просто и хорошо пусть а для этого нам нужен будет майонез и кетчуп лук соль перец петрушка все этого достаточно за два часа получить отличное классное мясо что он представляет сначала мы будем резать лук дальше смотрите очень важно намного лук присолить чтобы он быстрее отдал сок вот так вот присоливаем и немножко разминаем таким образом немножко размяли и прям на мясо теперь высыпаем так отлично дальше кетчуп на килограмм мяса примерно две-три ложечки столовых столько же майонеза так и петрушка петрушка свежая местная но я тоже мелко не обязательно так прямо петрушка даст свой вкус нашему мясу а будет отлично дальше все это нам надо хорошенечко размять так сказать делаем так вот массаж нашему мясцу и оставляем его на два часа мариноваться за два часа все будет готова идеально чего уже мне надо да вот что и так долго там мудрили я уже задремать успел так надо собраться готовим маринад для этого нам потребуется лучок чесночок за основу возьму соевый соус черный перчик горчичку приправа для шлака и забыл что я буду брать паприку а также сахар ну сок лимона что мы делаем давайте сначала нарежем лучок полукольцами и вот так вот распушаем его и закидываем в кастрюльку кстати да надо немножечко так еще пожать чуть-чуть пожамкать так чтобы сок возьму большой зубчик чеснока раздавлю его и довольно меленько проблю отправляю к мясу возьму прям целую столовую ложку сахара еще чуть-чуть на кончик ложки далее возьму лимон напополам и вот так вот сдобрим примерно 3 столовых ложки теперь пойдет у нас горчичка добавляем одну столовую ложку возьму немножечко сладкий паприки достаточно паприка у нас будет служить просто красителем натуральным для цвета возьму немного приправа для шашлыка буквально одна чайная ложка черный молотый перец в обязательном порядке также одну чайную ложку 5 столовых ложек соевого соуса замечательно соль нам не потребуется поскольку соевый соус и так соленый все теперь все это дело я тщательно перемешиваю аромат из кастрюли вырывается просто божественный поскольку здесь достаточно много разных ингредиентов и все они очень ароматные все шашлык ну точнее мясо замаринована я убираю его мариноваться на два часа прям при вот так скажем 20 там 25 градусов при комнатной температуре да так можно назвать все пока набираемся терпения и ждем друзья остается полчаса полчаса и соревнования наши начнутся поэтому идут сверх и секретные ингредиенты были многие меня за это будет просто ругать наверное уксус но я добавляю именно в конце чтобы мясу не навредить вот чисто вот так вот пару капелек минералочка мы немного делаем так чтобы мясо успела все впитать а чтобы успела все впитать это нужно хорошо помять мясо то есть мясо не должно плавать она чуть-чуть должно просто в себя это все взять и как раз за полчаса мясо получит кислинку и будет просто потрясающе вот посмотрите то есть воды практически нет если сильно прижимаем чуть-чуть появляется отлично сейчас и специи лучше раскроется и мясо станет более сочным и вкусным с небольшой кислинкой полчаса и будем насаживать мясо так ребятки прошло полтора часа осталось полчаса до концовки маринада поэтому нам нужно сделать очень важную вещь нам нужно немножко добавить растительного масла совсем чуть-чуть для того чтобы специи хорошо разошлись а специями нас будет дробленый перец так вот посыпаем еще раз все это перемешиваем и оставляем буквально на 20 минут дальше мы уже будем нанизывать разжигать мангал и все классно готовить запах стоит неимоверную же мясо промариновалось нужно еще немножечко дать ему и все будет классно все друзья мы уже на финишной прямой остается насадить шашлык жарят все по-разному насаживают мясо все по-разному я это делаю не совсем плотно куски должны быть равномерные одинаковые на каждом шампуре потому что жар будет одинаковые до маленький приготовиться большой нет либо же вы переготовить поэтому старайтесь равномерно насаживать мясо так ну что прошло два часа все разрешить по своим локациям нанизывать я буду нанизывать у себя такой шампурчик главное посмотреть я уже сходил на мангальчик проверил что мне нужно мясо будет положить в диапазоне двух так сказать обхватов и берем просто мяско и начинаем нанизать лук надо убрать потому что он сгорит и будет не очень вкусно вот так уберем нанизываем мясо надо не плотно но и не редко о подглядывает идет пять кусочков на шампур будет отлично ну что пролетело два часа мяско замариновалось ой какой аромат хух замечательный уже хочется прям побыстрее насадить или нанизать как правильно и попробовать лук убираем он нам больше не пригодится по 5 кусочков на шампур будет замечательно что-то никто старт не кричит а гонка то уже началась друзья теперь жарим на хороших седых мощных углях до готовности ножиком проверяем приготовленность внутри мяса но еще пацаны ну расскажите какой-то маринад у них а но вы же все видели а ну-ка пишу бегом в комментарии смотрите какие угли должны быть они должны быть седые и жар был бы должен быть хороший рядом плотно поставили так у 2 все ждем ровно минуту потом переворачиваем смотрим еще раз ждем нам надо сейчас быстренько подзапечатать их со всех сторон а дальше уже будет видно как мы будем их поджаривать дальше мяско на шампурах у меня получилось три штучки выглядит крайне аппетитно пришло время отправлять их на мангал угли готовы они седые это означает что можно приступать к жарке мяса установили шампуры и теперь наша задача набраться терпения и не крутить не вертеть их буквально две минутки дайте мясу схватиться запечататься затем будем переворачивать на все четыре стороны так можно назвать друзья бедные соседи просто на одном участке в трех разных местах участок соток 15-20 здесь там там представляете здесь везде общем и запланили всю местность вкусным дымком от шашлыка айвах мама джан получается ну что друзья подходите посмотрите какая тут история смотреть вот уже шучки таки набирают свои обороты уже прям вот совсем на смотреть чтобы жар здесь очень сильный поэтому нужно будет уже снимать его с прямого жара так сказать немножко раздвигать их и так вот я попарно и жарю чтобы у них сохранялась целостность так сказать этого жара очень хорошо что шашлыков капает жирочек он воспламеняется быстренько и конечно же это можно назвать канцерогенчик такой но без этого не будет очень вкусно вот это вот вкуса шашлыка как раз поэтому это очень очень тоже важно главное чтоб немного было его дать немножко таки так сказать немножко пропахнуться вот этим вот сгоревшим жиром продолжаем жарить одну сторону запечатали мяско уже перевернул на другую смотрите какая красота смотрите поджаривается шкварчит аромат просто сумасшедший уже не терпится как следует все это дело от дегустировать и мне очень интересно что же там у ребят как же там справляются мои братья по шампурам шашлычок готов пора его снимать смотрите какой он весь румяный пацаны нас по ходу дела надурили давайте еще часть к полтора посидим если никто не придет тогда будем чем решать 8 надели маски да я заснул девчонки сейчас поедет миску все я взял кусочек я я еще пока ничего не взял все начинаем пробуешь нам хоть до жареный нет но у меня такой будет тянуться как у бабу кому тебе вкусно мясо жареное прикольно на весь какой-то вкус нужен нужен просто сравнение нужно да давайте сравнение давайте еще угодно а мета кучей что шашлык съел это было просто мясо жарена а вот сейчас будет шашлык номер два или там какой там давайте нам это прям вот один кусок офигеть вот это куски кто-то сделал ой хороший кусок чё пробуем одна пожелать предыдущий на было меньшую вкусно этот более жарноватый кран зачем предыдущий я вообще просто я я скажу что это тоже шашлык и достаточно вкусно сочно прикольно да вкус хороший у меня все пока вот целый кусок тоже такие куски это делал так вот у меня холодный какой значит твой у меня пробуем здесь специи прям больше чем в предыдущих здесь прям ядре на специи ну я сейчас отгадаю чай где я уже отгадал я тоже отгадал наверно я сто процентов говорю короче этот более суши получил 3 мне кажется 3 это делал саня а второй темин а первый был мой сто процентов сейчас поговорим чё сейчас поговорим я уже хочу говорить ну не я так скажу я скажу вкусные 2 мой офигенный вкусный 2 мой 2 мой 2 мой можно снимать девчонки можно снимать снимайте трусы короче давайте можно 1 скажу ну попробуй свой я узнал потому что это один из моих любимых мой был номер один наверное номер два и номер 33 получился менее жирный чем остальные самый сочный был первый второй принципе такой же сочный как и первый но там наверняка как вас сказал вот либо соевый соус либо что-то был мне не очень понравилось третий вкусный много специй то есть мясо уже не так чувствуется чувствуют специи это для тех подойдет кто надоел классические обычно шашлыки на 3 это вот тут прям вот синтетий он прям вот вкус просто мясо хорошего и еще уже чем-то приправлено приправлю вот в общем у меня это 123 вот как подавали вот так вот и есть на первом месте для меня первое место на втором 2 на третьем 3 каждый хвалит свое болото нет я другое болото буду хвалить у меня шашлык был я готовил его правильно соевым соусом то есть это было одно из основ почему потому что соль я не добавлял а соевый соус он соленый вкусный шашлык вот по соли в меру я упробовал все да вот пряность присутствует однозначно вот любить вам такой шашлыка не любить пока не попробуйте не узнаете да как бы рецепт имеет место быть на 1 1 2 3 место 3 точно суховат второе то есть мое это но мне очень нравится просто я люблю этот маринад и я вот как мне понравилось я так и сказал мне понравилось это это и третье место как оно есть 3 то есть получается свое санькова и васина ну как теперь ты а мне кажется мое было первое но понравилось мне 3 вот честно сказать ну первое было мне показалось что на моем потому что она она была менее вот я не чувствовал там не своего соуса не приправ она была вот какой-то балансировано как просто мясо хорошего хорошие мясо хорошие шашлык второй интересный вкус тут он немножко сладковатый соевым соусом это было прикольно просто третье мне понравилось тем что это прямо ну какой-то взрыв такого вкуса шашлычного вкуса во рту поэтому как бы явно вот третий номер один до 2 это 2 а вот 1 это 3 так поставил бы короче получается никто и не выиграл получается на вкус и цвет как говорится конечно же да на самом деле каждый выбрал свой на первое место каждый поставил свой маринад серьезно что ли нам нужен теперь независимый эксперт я уже попробовал пока не закрытыми масками стояли в общем я первенство по шашлыку отдаю саньку у него самый вот классический настоящий шашлык у тебя вот это вот у у вас он прям вот он в специях и самое интересное я взял большой кусок мяса я считаю что шашлык должен быть шашлыком поэтому санек у тебя самый шашлыкатый шашлык бабки сюда на стол вася и томма то есть это ту казну ты все забираешь ну получается что так отлично тогда придется делать шаурму и уезжаем отсюда на майбахе следующий челлендж тогда шаурма получается теперь просто поесть мясо теперь друзья мы поедим у нас сегодня очень большая компания поэтому мы сейчас будем уже кушать огромное спасибо кто смотрел наш видеоролик кто писал комментарии оценивал но у нас просто много операторов у звук и режиссеров свет монтажера есть человек который регулирует дождем да походу сейчас дождя нету он сказал нет да так что ребят спасибо вам большое мы кушать всем до новых встреч лайки обязательно поставьте и подпишитесь друг на друга и на нас и на все ребят смотрите у нас классная компания это вот мои друзья это василий рябов на кухне это санек ранчо у санчо канал все ссылочки я оставляю оставляю прям под этим видео ты оставишь нет пошел вон отсюда в описании с тобой я буду дружить ссылки все в описании подписывайтесь друзья до новых встреч и рецепты также будут в описании если понравилась вообще рубрика челлендж обязательно пишите комментарии мы продолжим снимать для вас новые челленджи что вы еще хотите чтобы мы взяли и сделали да вот трех вариантах трех вариант пишите ваши варианты всем удачи и пока неси судак по мясу